ЗАЧЕМ ОН НАБЛЕВАЛ В ПТИЦУ? Он... Он туда блеванул! Сосед ещё дурак! Здравствуйте, друзья! С вами Декарт. Мы продолжаем играть в «Как достать соседа хардкор», в нашего адского маньячного соседа Экзе. Вот наш злобный Вуди, вот наш злобный Ротвейлер. Все злобные, все страшные, просто ужас какой! Ай, поджилочки мои трясутся, да. Настройка твоей души. Я отключил дело рук твоих кровавых. Теперь, когда сосед начнёт попадать в ловушку, камера не будет на этом жёстко фиксироваться. И у меня не будет от этого портиться игра. Мне это очень мешало в прошлых сериях. Смотрите, нам ещё нужно с вами перепройти вот это время смывать кровь. Я, в принципе, немножко поиграл, рассчитал примерно тактику. Сейчас мы пройдём его на хороший рейтинг. Пока мы этого не сделаем, нас не пустят дальше, я напоминаю. Здесь такие правила, да. Пока ты здесь на хороший рейтинг, левел не пройдёшь, соси, пожалуйста, соседскую залупу и не рыпайся. Понимаете? Не пустят тебя никуда. То есть, я так понимаю, что для того, чтобы правильно всё это сделать, нужно вначале собрать весь инвентарь. Пока мы весь инвентарь не соберём, мы не сможем толком, по очереди, подробно, хорошо, так, прям, с чувством, с толком, с расстановкой хреначить, что называется, все эти, все эти головоломки, все эти проблемы нашему соседу, да. Просто мы не сможем их ему обеспечивать. Так, вот это тоже надо взять. Давай, пожалуй, возьмём. Так, здесь, в принципе, здесь, в принципе, как мы поступим, наверное, вниз побегу, потому что теперь... А, он сделал, да, хорошо, смотрите, он сделал. Мне же надо бутылки ещё воду наполнить, правильно, смотрите. Надо ещё бутылки наполнить воду. А сейчас, смотрите, вот, давайте мы вот так вот поступим. Ну и, наверное, в принципе, чё, я, наверное, сразу ему начну фигарить. Или я не начну ему фигарить, я не знаю, я, наверное, не успею. Блин, наверное, зря я это всё сделал, я не успею, реально. Так, что там ещё? Вот волосин, по-моему, надо сюда забить. А, да, волосин надо забить. Ну, наверное, теперь я пошёл прятаться в шкаф, потому что... Или куда, куда быстрее будет. Ах ты, чёрт, нихрена не успеваю я, да? Так, окей, окей. Ну, это только первый раз, это только первый раз, ребята. Сейчас, сейчас мы ещё раз, сейчас мы ещё раз попробуем. Да, в принципе, тут вообще довольно легко всё это успеть, по-моему, нет? Я ему сейчас даже, наверное, мыло ещё кину. Во, я ему, я ему ещё и мыло вдогонку кинул. Всё успел, всё успел вообще накинул. Всё, что мог, всё сделал. А я бутылку, а, я бутылку тоже сделал, да, я бутылку тоже сделал. Всё, всё, я тупанул. Так, вот, смотрите, видите, и мне камера сейчас не дёргает туда, не фиксирует, то есть. Идеально. Я могу при желании сам посмотреть, если захочу. А я захочу, чёрт возьми, понятное дело. Так, ну, смотрите. Теперь, 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 какая у меня задача? Теперь у меня задача, по-моему, просто ему портрет зарисовать, да? Я успею, нет? Так, сейчас он там в саже весь вылезает, да. Всё. Всё, я прячусь, я всё сделал. Я думаю, что это должно теперь поспособствовать высокому рейтингу. Он сейчас туда-сюда будет бегать, он везде на всё будет попадаться. И мы точно перескочим здесь за 90%. Давай, жри говно это, да. Ой, молодец, так. Он ещё раз в туалет побежал. Блин, а это, наверное, плохо. Следующая пакость, которая осталась. Она где находится? Она вот здесь находится и здесь. Ему долго до них бежать. Я не сделал яйцо! Блин, ещё яйцо можно было сделать в микроволновке. Ну, подождите, ладно. Давайте мы пока попробуем. Мы пока так попробуем. Так, давай-ка вылезай. Вот это я дурак, блин, а. Представляете себе? Я забыл. Куда он дальше попрётся, этот дебил? 87? Девину... А-а-а! Ну так всё, зашибись. Всё нормально и так. Просто уровень будет не стопроцентно завершён. Ну, в принципе, насрать на это яйцо. Давайте сейчас, мы быстренько его... Использовать яйцо на микроволновочку, пожалуйста. Сейчас он не старопясть вам почитает, пожрёт какого-то говнеца. И всё, и как бы вниз, да. И как бы мы вниз бежим, а он сюда идёт и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Брлашет, брлашет. Брлашет, брашет. Брлашет, брашет, 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 брашет. Давай, вперёд. Всё, 97%. Ребята, если бы я яйцо не забыл, я бы на 100% этот уровень выполнил. Охренеть. Я сдаюсь. Всё, второй кошмарный сон пошёл. Жертвы требуют тебя. Ротвейлер думает, что у него есть мама. Мама Ротвейлера думала, что её сын будет хорошим. Я думал, что она не будет против. Я думал, что музыка вообще-то должна сейчас быть какая-то. Нет? Куда музыка? И чё музыканты все заокнулись? Я в Ротвейлерах тоже всех поубивал? Я думал, она не будет против, если оккультисты нанесут ей визиты, используют её почки для наших экспериментов с покалеченными Ротвейлерами, жертвами. А Вуди думает, что она останется жив? А я думаю, что кто-то очень много курит. Ну ладно, давайте поехали. Почки там какие-то оккультисты. Погнали. Так, у нас появляется дополнительный этаж верхний, насколько я помню. Подвала ещё нет. Правильно? У нас теперь три этажа. Жертвы требуют тебя. Сейчас первый раз я буду проходить... Вот это тоже можно взять? Первый раз я буду проходить, ребята, эту игру. О, какой адский музон пошёл. И я не буду пытаться сейчас получить высокий рейтинг. Я сейчас... Куда он попёрся? Он попёрся чё-то фоткаться, да? О, каймиопазантный, да пацаны на нас. Так. После этого он идёт сюда. Дальше глиняные горшки херачат. Где они там находятся? А, вот здесь... Слушайте, а он так, вы знаете, бегает-то не херовенько. Быстренько так. Быстренько так он очень... Ой-ой-ой-ой-ой. Это мама, что ли, тут была или чё? Где статуя? Вот статуя, да? А он вниз побежит. Он, может, в ванну побежит. Я как дурак тут сижу. Давайте я, наверное, свалю пока, да? Стоп. К вам пошёл. Наверх пошёл. То есть он порисовал, сфоткался, сходил к горшкам и к статуе. Порисовал, сфоткался, к горшкам, к статуе. Правильно я понимаю? Вроде бы да. Вроде бы, насколько я могу судить, именно такой у него, в принципе, алгоритм действий. Можно, наверное, начать... Что тут делать? Что можно делать? Что тут можно начать делать? А, здесь, кстати, нельзя ходить. Здесь эта тварь будет орать, да, как резаная. Ну вот он сейчас пошёл к горшку. Давайте я исследую тогда кухню в таком случае. Всё, давай, соседская морда твоя маньячная. У тебя крови всё больше... Ужас! Всё в крови... Вся ванна в крови. Вот это тварь. Представляете, какой мудак. Так, давай банановую кожурку. Возьмём банановую кожурку. Туда мы уже не проходим, да, никак. Так, смотрите. Ну-ка я попробую просто пройтись. Дайте я попробую. Ах ты... Ах ты, пидорасенька. Всё, и сосед бежит сюда сразу же, да? Сосед сразу же устремляется. Давайте я вниз тогда побегу. Так. Хорошо. Мы... Мы сейчас как паст... Чё он там делает? Чё он там делает? Давайте я как паст... Я... Я буду, наверное... Ползать? Нет. Ползать тут тоже... А тут никак нельзя... А как тут действовать вообще? Эта птица сраная. Она постоянно будет... Эээ... Панику наводить. Она засыпает, может, периодически? Ты спать будешь, тварь! Ты спать, тварь такая... Зачем он наблевал птицу? Он... Он туда блеванул! Сосед ещё дурак! А ну, подождите! Он всегда так действует! А ну, птичка, вызови его! Вызови соседа! Да-да-да, давай! Сейчас ещё раз посмотрим, внимательно. Реально он... Он пошёл, поплевал... По птицу! Чё за херня? Разрабы чё, перепутали... Каким-то образом... Эээ... Ээ... Анимацию... Или что? Что это такое? Чё за звуки страшные? Маааа, шутер... Маааа... Какого хрена здесь творится, а? Там у него запытанный скелет ещё. Боже, какой ужас. Какой кошмар, сосед. Сосед, ты пугаешь меня. Слушайте, так а как же я должен проникнуть-то наверх? Я вот этого понять не могу. Смотрите, как надо действовать! Я знаю! Я знаю! Я продумал тактику! Я могу попасть наверх, так как эта птица всегда бодрствует, только одним способом. Мне нужно, чтобы этот мудак зашёл вот сюда, вот сюда, и начал ткать вот этот свой станок. Смотрите, как будет. Сейчас он заходит, он начинает там, что называется... Эээ... Да, заниматься своим любимым делом. Я, получается, бегу наверх. Я бегу наверх просто, упрямо, по-наглому. Давай, давай. Аааа! Всё! Бегом! Бегом, буди! Ай, молодец! Успел! И теперь, ребята, я здесь могу начинать уже творить. Творить свои безобразия. Так, он сейчас поблюёт туда. Куда он дальше? К статуе пошёл, да? Я заныриваю! Я, ребята, заныриваю сюда. Я ничего не знаю. Я должен переждать. Опять там кто-то ревёт. Я должен переждать. Горка магния, банановый пожир. Слушайте, а я ещё даже не помню, на самом деле, каким именно образом... Господи, кто-то ревёт. Просто по-дикому. Я не помню, каким именно образом я должен, каким именно образом мне необходимо действовать в каждом из отдельных случаев. Я реально этого не помню. Смотрите, давайте пройду сейчас потихонечку. Растворитель. Ну, смотрите, во-первых, наверное, ножницами надо использовать... Ах ты, пидор! Вот пидрила собачья, а. И как? И что делать? Я же не успею, я же не успею одновременно и обрезать провод, и в то же время использовать растворитель. Как я понимаю, должен поступить. Использовать растворитель вот здесь, на этой вот картине. Ну, замечательно. Зачем ты наблевал на собаку, сосед? Сосед, ты зачем на собаку наблевал, а? Смотрите, более того, он же сейчас... Он постоит, да? Вот он тык-тык-тык вот поделал вот это. Я, кстати, должен как-то ещё буду разобрать... А, гаечным ключом, ну, разумеется. Ну, в принципе, всё уже понятно. Я уже понимаю, в принципе, всё, что мне делать. Единственное, куда мне использовать горку магния? Если поджечь горку магния, будет... А, вот сюда, наверное, да, положить? Короче, магний, магний вот сюда. Я понял. Фотоаппарат, правильно? Ну, давай, фоткайся. Ты опять эта псина, тварь, она... Слушайте, а у него картина-то там не готова? Или что? Я, получается, должен начинать это делать, когда у него картина будет готова? Или как? Я не понимаю, он не нарисовал картину, чтобы пакость была, чтобы она сработала. Я должен использовать её, когда картина будет нарисована, правильно? То есть тут ещё надо на определённый этап, получается, рассчитывать. Ну, тогда я сейчас вот и начну, смотрите. Сейчас он дорисует, получается. Сейчас он придёт быстренько, дорисует. Будет у него финально готова картина. О, всё. О, теперь, о, теперь, я думаю, можно начинать. Так, растворитель, да? Сейчас, смотрите. Эй, тихо. Всё, я вылезаю. Я встал. Я вышел, да? Берём, используем растворитель вот сюда. Ну, как это сделать? Так, давай, 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 растворитель. Хорошо. Хорош, собака, гавкать, псина сраная. Всё, они ничего не знают. Ой, быстро, 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 Вуди, быстро, бегом! Ай, молодец! Так, теперь горку магния давай используем. Ой, как я чётко это сделал, а? Так, всё, горку магния я тоже использовал. Дальше, гаечный ключ сюда. Гаечный ключ сюда, да быстрее! Да не ссы ты! Ты чё, дурак? Нет? Неправильно? А, ну да, ну да, конечно. Гаечный ключ-то вот сюда надо. Верно ведь? Что это ещё? А, а! Я уже думал, он издевается, блин, надо мной. Так, хорошо, а... Воу, стоп! Стоп! А куда кнопки? А кнопки я знаю куда, всё, понятно, понятно. Кнопки давай вот, вот сюда. Всё! Вот, вот я вроде бы всё практически... Так, пошло, поехало. Я внизу, да, я в безопасности, окей. Давай на всякий случай я сяду вот туда. А то мало... А ну-ка вспыхни ему! Хе-хе-хе! Хе-хе! Хей-хей! Подлый смешок, да? Ща он пойдёт на гончарный круг, получается. А... То, что у него птица пропала, засчиталось? You're dead, конечно, you're dead. You're... You're dead, парень. Ой, хорошо, какая жопа-то! Жопа-то! Адско-соседская экзешная болит. Так, нашему адско-экзешному соседу экзе только что продырявили сраку, а потом елдаком настучали ещё и по этой самой... По физиономии. А, вот здесь вот, наверное, надо было просто руками как-то разобрать. Без подручных средств? Возможно. Я не знаю. Сейчас мы будем проверять. Пусть он пойдёт вот туда подальше. Я попытаюсь. Я попытаюсь сейчас. Так, всё, птица, иди нахер. Всё, птица. Птица хорош мне тут разобрать. Да, надо было просто... Да ну, блин, ну я забыл. Ну я забыл. Это, наверное, так и в оригинале было, да? Ну ладно, хорошо, он сейчас получит у меня финальный... В финальном образ. Конечно. Конечно. Блевотный маньяк сосед экзе. Блевотный маньяк сосед экзе с продырявленной жопой, избитым елдаком, хлебалом, испорченной картиной и просто вот наглыми, мерзотными животными. И какая-то корова, кстати, где-то мычет. Где корова? Ой, у него ещё и подвал весь в крови. Господи, ванна вся. Кровавая ванна, ребята. Кровавая кухня. Это ужасно. Это на самом деле уже всё. Он вот эту маленькую письку сделал. Вот здесь вот надо было, да. Я забыл, к сожалению. Ну, будет 90, нет? Опа. Плюс 15. Офигенно. Офигенно, я считаю. 97, смотрите. Так, вы знаете, это не так уж и сложно. Пока на этом мы заканчиваем нашего кровавадского соседа экзе. Солнечность нас ждёт. Он думает, что он будет развлекаться. Потому что у него будет такой прям загар голливудский, да. Что он будет получать гормоны. Вот они как не гормоны, а как витамины солнечные. Витамин D там, да. Хрен тебе. Мы тебе всё испортим. А потому что нечего было разрезать людей на части. И хранить их, получается, куски, наверное, в ванной, да. И заливать всю её кровь. Нечего было соседу. Такие вещи, они... Не то, чтобы... Они как бы уголовно наказуемые. Но так как в этом мире полиция вообще ни хрена, судя по всему, ничем не занята. То я, великий Вуди Декартуди, я разберусь с этой проблемой. Пока мы заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.